Недуг Людмилы Николаевны мешал ей свободно ходить на протяжении пяти лет. У меня и артроз, и в общем весь букет целый. От подруги Людмила Николаевна узнала о проводимом в обособленном подразделении имени Гольца Щелковской городской больницы во Фрязине дне здоровых костей и суставов. Записалась на прием по телефону, взять нужно было с собой только полис ОМС и паспорт. Опытные врачи осмотрели пациентку, назначили лечение. Решить же проблему полностью могла операция, но и ее не нужно было ждать долго. 4 апреля прооперировали, сегодня Людмила Николаевна уже на реабилитации, передвигается без посторонней помощи. Такие внимательные, вот сколько я лежала, и медсестры, и врачи очень помогали. Так, День здоровых костей и суставов состоялся уже во второй раз. С самого утра до позднего вечера врачи беспрерывно принимали пациентов. Благодаря акции сотни людей смогли попасть на прием к высококвалифицированным специалистам, ортопедам-травматологам с многолетним опытом работы, без направления от терапевта, а значит, без лишних движений. Основная задача – объяснить людям, как им двигаться своим заболеванием, что делать, потому что многие люди вообще не понимают, куда идти, для чего идти, с какой патологией, в поликлинику, либо к какому специалисту. Болезни костей и суставов зачастую сопровождаются болью, воспалением, многие страдают ими годами. Этот уникальный проект помогает людям найти выход из сложной ситуации, не выезжая в столицу или другие города, отдаленные от Щелкова или Фрязина. Медицинскую помощь на высоком уровне окажут рядом с домом. Сама идея проведения Дня здоровых костей и суставов принадлежит врачу-ортопеду, который несколько месяцев работает в обособленном подразделении имени Гольца. Доктор Сасс – специалист высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Очень многие уже госпитализированы, из них уже прооперированы. Есть определенное количество пациентов, кто обращались к нам, они очень довольны. Когда они уходили, после того они получили консультацию, и они сами добровольно написали нам отзывы. Прочитав эти отзывы, нам действительно было очень приятно. День здоровых костей и суставов получил положительный отклик у жителей. Только в первый день было зарегистрировано свыше 300 пациентов. Тогда принять получилось около 100 человек. Было принято решение разделить потоки на несколько дней. Проект нашел поддержку администрации муниципалитета и Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Манеки, его профессора, входят в экспертный состав проекта. Я приглашен консультировать наиболее сложные случаи, когда уже будет консильный. То есть, когда ситуация непонятная, либо нужно выработать какое-то лечение у пациента с сопутствующими заболеваниями, туда я подключаюсь и мы вместе принимаем совместные решения, что делать с пациентом на данном этапе. Вот такие мероприятия позволяют провести более точную диагностику и выработать маршрут дальнейший, который позволит структурировать направление пациента. В обособленном подразделении имени Гольца есть все для оказания качественной своевременной помощи пациентам, страдающим заболеваниями костей и суставов. Операционная оснащена передовым оборудованием. Имеется все для протезирования учреждения, обеспеченные медикаментами. Помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Операция у меня была на колено. Там был застарелый мениск. 25-го я сюда приехал, положили в палату. Ну, не есть, не пить, сразу же анализы все. 30-го меня уже прооперировали. В перспективе учреждения планируют оказывать помощь и в рамках добровольного медицинского страхования. Вопрос обсудили с представителями страховой компании. Наметили определенные шаги по дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию в рамках работы по ДМС. Это актуально для всех застрахованных предприятий, кто страхует ДМС в городе Фрязино. Это будет, наверное, большим прорывом, потому что на сегодняшний день есть определенный дефицит лечебных учреждений в городе Фрязино, работающих в системе ДМС. Вновь порядка 100 человек, страдающих различными заболеваниями костей и суставов, получили возможность справиться с недугом, шанс вновь обрести легкость движения, избавиться от боли, а значит улучшить качество жизни. Реализацию такого важного для жителей сразу двух муниципалитетов проекта планируется продолжить. Информационную поддержку оказывает Союз журналистов Подмосковья. Продолжение следует...